всем привет вчера удалось попробовать флейсерфер гибрид 7 с половиной метров вышел два раза на воду где-то ветер был сейчас на изначале 8 узлов с небольшими просадками усилениями до 10 узлов честные 4 4 с половиной метра в конце было 16 17 узлов что могу сказать про кайт ну это кайт для гидрофойла есть все что можно здесь сказать очень компактный легко управляется не требует внимания потому что он особо не падает свалить его сложно в плане конструктива это что-то вроде однослойного кайта с надувной передней части насколько он сильно отличается от однослойного кайта он очень сильно отличается от однослойного кайта я бы сказал что это совсем другой продукт он чем-то похож на небольшой надувной кайт с такими оговорками что он очень легкий поэтому летает и от отбрасывается ветром если прославляются стропы но отсюда идут его все плюсы и все минусы что можно отнести к минусам кайта я нашел и наверное наверное 2 но это не не минус самого кайта то есть по сути как бы маленькие кайты не дают поддержку поэтому именно начинать кататься на гидрофойле с таким кайтом не стоит когда мы делаем water start мы поднимаем кайт вверх и он забрасывает на доску гибрид в этих условиях дает именно малый такой вектор который позволяет встать на доску и получается что им нужно достаточно активно рулить ну я потом как-то прикатался все стало хорошо плюс ветер немного подраздул когда дует немного сильнее то но никаких особенностей нет второй момент который я не очень понял чем связан я несколько раз в какие-то как мне казалось рандомные моменты чувствовал такой уверенный рывок кайта я подозреваю что это было тогда когда я пытался съезжать с маленького там чопа на гидрофойле и кайт падал в зону тяги и там как бы чуть расправлялся если он все-таки парафойл такой достаточно мягкий и вот в этот момент был небольшой рывок но этот рывок не идет ни в какое сравнение с теми кирпичами которые можно получить на баллоне что можно отнести к плюсам этого кайта с ним легко ну как бы скажем оперировать доской то есть если конечно вы опытный гидрофайлист и у вас нет никаких проблем там идти через длинную мель нет проблем там не знаю там каким-то образом стартовать делать всякие маневры то вам наверное может быть гибрид будет скучноват если вы конечно не серфер но если вы такой как как я катальщик который ездит влево вправо и сейчас вот очень хочется попробовать какие-то маневры а на баллонном кайте когда не дует маневры делать сложно а когда дует страшно то гибрид как раз для вас я вышел и после того как ветер раздул где-то до пяти пяти с половиной метров начал уверенно увозить джайбы в обе стороны меня это шокировало вообще потому что мне никогда это не получалось а когда получалось то ну я не не очень долго ехал в той сайте это мне было очень некомфортно а фокус весь в чем что когда новичок делает джайб мы едем в одну сторону кайт стоит в 45 градусов мы его поднимаем либо делаем down loop так вот если мы поднимаем кайт и гидрофойл медленный не не вертки то мы успеваем как бы далеко заехать под кайт то есть надо либо делать очень агрессивный маневр это страшно потому что можно сделать складной ножик можно упасть и поэтому делается этот маневр как бы неуверенно и мы едем под кайт и баллон падает он падает потом взлетает ну хорошо если взлетает может просто падает свои как дует и есть второй вариант собрать волю в кулак и сделать резкий перевод кайта и кого протянуться за ним вот так ну и после того как вот такой вариант маневра делаешь на гидрофойле начинает конкретно так разгонять и в данной ситуации разгоняет уже когда ты стоишь той сайт а для гидрофойлиста в данный момент вот этот переход в той сайт это по сути первая езда в той сайте и это становится мега некомфортно если доска стоит немного на ветер а крюк находится впереди и формоположение не очень удобное то ты начинаешь набирать скорость все становится еще более неприятно если честно пробовать не хочется с даун лупом ну тоже как бы все понятно но в случае даун лупа нужно его сделать достаточно таким коротким либо он пролетит кайт через зону тяги опять же разгонит и размажет поэтому на баллонных кайтах у меня всегда внутреннее такое ощущение что я хочу как то хочу как-то отложить момент изучение маневров и я поймал тебя на мысли что я просто езжу влево вправо сливаясь зарезаюсь но никак не прогрессирую а когда взял гибрид ты очень быстро понимаешь что кайт ультра безопасный ультра безопасный тебе ничего не будет ни за что ты можешь сделать два кайк лупа я не знаю и тяга уберется и если нужно будет и сможешь его продавить как бы и когда ты понимаешь эту некоторую безнаказанность то ты начинаешь пробовать и соответственно там как угодно через даун луп через перевод кайта все получается и когда ты начинаешь получать то ощущение когда у тебя все получается тебе за это ничего не будет это не страшно начинаешь крутиться там на пятачке пробовать разные варианты у меня в тот момент уже возникло желание пробовать там делать какие-то более сложные маневры или более сложные действия с гидрофойлом это первый момент второй момент что когда отдаешь планку от себя то кайт просто триплет на ветру не создает остаточной тяги не требует к себе внимания можно просто там что-то делать с гидрофойлом кайт будет висеть медленно-медленно опускаясь в одну либо в другую сторону либо вообще есть как бы висеть в зените достаточно долго и это круто потому что на споте где катаюсь нужно идти достаточно далеко если ты еще борешься с кайтом нужно еще идти там не знаю там пять минут десять не не чувствую что это хорошая идея а тут ты просто тряпочку это держишь в воздухе как-то смотри что она совсем не упала куда-то но она не особо падает и просто ну как бы идешь куда тебе нужно либо на ветер либо под ветер потому что например с баллонным кайтом если ветер дует ну скажем в береге там такой узкий вход вернуться в вот в тот момент когда кайт уже практически падает достаточно сложно то есть нужно идти по мели и постоянно там вращать кайтом то есть ну как бы уже и стороны стороны достаточно как бы плохо получается удерживать его переводишь может упасть надо сделать down loop чтобы он не упал а когда ты сделал down loop тебя все равно как-то дернет немного и надо еще что-то делать гидрофойлом гидрофойл обычно плывет куда ему нравится кайт тебя куда-то надо короче вот выход на берег очень слабый ветер ну не самая простая задача с гибридом я его просто не садил я забыл перчатки откатал первую сессию без перчаток я вернулся взял перчатки попил лимонад кайт все это время был в воздухе и это вообще никак не напрягало это очень круто на тему и старта делали такой эксперимент взяли товарища который никогда не сталкивался с парафойлами никогда на них не катал и вот товарищ просто ронял в легкий ветер кайт всячески как он мог там как он что придумал и и стартовал его без каких-либо инструкций в общем из 10 он не смог его и стартнуть один раз секрет в том что ветер был уже порядка наверное там метров 3 он стоял на берегу и получается что ветер под углом положил как бы кайт он упал и он подождал какое-то время подождал чего-то там помесил и в принципе ну как бы уже не смог поднять то есть долго ждать не стоит ну после этого я взял планку и в принципе я его поднял у меня было ощущение в какие-то моменты автор и старта потому что беда я ну как я делюсь гидрофойлом с товарищем я ставлю короткую но бы он боится ездить на длинной и плюс у нас очень маленькая глубина соответственно случаются моменты когда чоп какой-нибудь например там какая-то случайная волнишка проскакивает можно ну может не хватить длины мачты например и иногда там нет работаешь не зацепишь мель частая тоже ситуация ты падаешь и пока ты падаешь я например держал кай достаточно низко я его ранил и вот пока я выныривал кайт сам взлетел он имеет малое удлинение и такую круглую переднюю кромку то есть когда он касается воды меня такое ощущение что он не касается всей площади кайта а именно какой-то маленькой частью что позволяет его легко очень развернуть и старт в легкий ветер в сильный происходит достаточно легко я бы сказал так но не было необходимости кайта ронять поэтому я просто постоял попробовал как она и стартится если ты делаешь неправильно то есть тянешь вообще не зато в принципе все равно и стартится и что если делать все правильно если кайт упал и контроль сохранен нужно взять две рулевые стропы и достаточно сильно потянуть для себя и он супер легко задним стартом подымается это самый легкий кайтовый старт задним стартом ничего легче в принципе не видел поэтому для себя я сделал вывод такой что для вот дальнейших моих манипуляций гидрофойлом этот кайт мне предпочтительнее чем трех баллонные кайты которые у меня есть разумеется это достаточно глупое сравнение потому что 3 баллонные кайты они не специализированы для гидрофойла но ощущение вот этой магии флайсерфера в этом кайте присутствует таких продуктов у них не было и нужно тут наверное вспоминать пик потому что пик это совсем про другое или сделан для гор и он отлично работает в горах но если гор у вас нет и вы не фрирайдер которому надо иметь лифт который тебя поднимет в гору то покупать пик это только из экономии но если опять же бюджет позволяет есть возможность попробовать гибрид стоит попробовать отдельный момент про планку гибрид как бы наверное самый такой очевидный вариант это использовать с планкой для пика есть такая планка connect она облегченная она упрощенная и 1 как ни странно самая дешевая у флайсерфер вот мне показалось что вот с этой планкой он очень круто работает я не думаю что какие-то другие планки будут работать как-то хуже но сама по себе планка очень легкая и при этом полностью функциональная то есть там есть нормальный отстрел нормальный триммер но это не не кисбар где просто там веревка и палка из из бамбука нет это это полнофункциональная легкая планка для для гидрофойла для вот такого кайта это здорово и второй момент который очень важен с этой планкой она технически не переуслужен на то есть в ней нет таких узлов которые бы дом были не как мне кажется ремонтопригодны то есть если взять планку force например то это сложное изделие такое специфическое какие-то прям планки кобаина которые ну вот например попробуйте заменить вот эту вот штуку со со страховкой в планке кобаина можете ли вы где-нибудь там в полевых условиях и строп что-нибудь вон стоять наверное какие-то кулибины могут но я понятия не имею как починить планку кобаина если она сломается то есть сном не планка имеется до палка если там например торвется какая-нибудь the power на и вот это подрезиненная стропа потому что был случай когда я в аджин там отстреливал кайк была необходимость я прям почувствовал как два вот эти узелка которые есть выше планки кобаина как и не протягиваются через эту трубку с таким столчком и потом назад и еще было надо запихать ну то есть не знаю эта планка сделана просто и мне кажется что в каком-то долговременном использовании она может может быть оправдана что касается что касается ветрового диапазона я в 4 метра понятно нужно было делать кайт лупы чтобы стартануть в принципе стартануть возможно надо быть прям прям дерзким с кайтом вот кай достаточно маленький в 10 метров там или в 9 метров ну триммер я не затягивал сначала я затянул мне чего-то как-то не очень понравилось мне кажется что если затянуть триммер наверное ветровой диапазон будет пошире там как-то он конкретно сбрасывает тягу что касается флаттера когда стоишь флаттер по вот этой ненадувной части кайта задняя однослойная часть он существует и ну прям хлопает слышно но тут есть два момента первый момент флаттер сильно уменьшается когда ты двигаешься с гидрофойлом на кайте то есть кайт может флотерить если ты увариваешься на кайт ненагружено то есть ты отпустил планку и там какую-нибудь пытаешься поймать волнишку вниз ехать либо ну вот я не знаю кстати в чем там еще суть наверное когда двигаешься то либо когда в кайт ненадружен действительно то есть планку затягиваешь нормальном режиме у них флотерит и второй момент несколько лет назад было интервью на этом канале с арминами с флайсерфер они уже разрабатывали этот кайт и я предельно уверен что флайсерфер не будет выпускать на маркет какое-то недоработанное изделие они очень внимательны к деталям я уверен что они продумали момент и кайт живет достаточно то есть этот кайт проживет не меньше чем другие кайты в аналогичном использовании конечно это не не сал или не соник который будет гораздо более но я думаю что этот кайт по своему времени и жизни от себя оправдывает потому что можно научиться можно быть уверенным с гидрофойлом и катать нужные навыки а потом перейти на что-то более ну и не знаю как сказать правильно профессиональное что а вот поэтому пробуйте мне понравилось я в твоем познании настолько преисполнился что я как будто бы уже сто триллионов миллиардов лет проживаю на триллионах и триллионах таких же планет понимаешь как эта земля мне уже этот мир абсолютно понятен я здесь ищу только одного покоя умиротворения и вот этой гармонии от слияния с бесконечным вечным от созерцания этого великого фрактального подобия и от и от вот этого вот замечательного все единство существа бесконечно вечный куда не посмотри хоть в клубь бесконечно малая хоть ввысь бесконечно большой понимаешь а ты мне опять со своими там это иди су иди дальше это твое распределение это твой путь и твой горизонт познания ощущение твоей природы большим но он несоизмеримо мелок по сравнению с моим понимаешь я как будто бы уже глубокий старец бессмертный или там уже почти бессмертный который на этой планете от ее самого зарождения еще когда только солнце только-только сформировалось как звезда и вот это газопылевое облако формирует после врыва солнца когда она вспыхнула как звезда начала формировать вот эти концертные планеты понимаешь я на этой земле уже как будто почти пять миллиардов бессмертный живу и и знаю уже долю поперек этот весь мир а ты мне там какие-то это не будет ну а я все я иду как глубокий старец узривший вечное прикоснувшись а к божественному сам стал богоподобен и устремлен в это бесконечно и который умиротворение и покоя и гармонии и благодати в этом сокровенном блаженстве пребывает вовлеченный во все и во вся понимаешь вот и все в этом наша разница я иду любоваться мира таки а ты идешь какой-то преисполняться в границах вот и вся разница понимаешь ты не зришь это вечное бесконечно но тебе не но зато ты так сказать более активен как вот этот тятел долбящий и муравей который вот очень активно в своем своей стесне вот и все поэтому давай наши пути здесь так сказать имеют конечно крайне подобие потому что все едино но ты меня я на тебя прекрасно понимаю а вот и в ряды потому что как бы я ты как бы я тебя в себе содержит всю твою природу она составляет одну маленькую там песчиночку от того что есть во мне понимаешь вот и все поэтому давай ступай и езжай а я пошел нас наслаждаться с прекрасным осенним закатом на берегу теплой южной реки все Бездics сыск efterград BO выбор б п купно это